Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 Но проговорю, без запроса не работает никакая нормальная социальная служба, никакой нормальный социальный работник, никто вообще, кто работает с благополучателями, делает это давно, понимает, что без запроса мы не работаем. То есть если взрослый дееспособный человек не просит вас о какого-либо рода поддержке, мы ее обычно не оказываем, даже если очень хочется. Это вопрос чужих границ, вопрос того, что то благо, которое вы понимаете как благо, не всегда может быть таковым для другого человека, но, естественно, это тоже принцип, который не может работать во всех жизненных ситуациях, потому что всегда возникнет вопрос, например, этический, с семейным абьюзом, что вы там, допустим, видите, как кто-то кого-то избивает рядом с вами, и что в этой ситуации делать, а женщина или ребенок говорит, что им не нужна помощь. Ну, как бы, да, в этих жестких ситуациях можно работать без запроса, но в большинстве случаев, если человек не находится в какой-то очень экстренной ситуации, если она вас не просит о помощи, то, вероятнее всего, помощь оказывать не нужно. Вот, и по поводу социальной работы и политической позиции, одно ли это и то же. В целом, я думаю, что для большинства активисток очень тяжело отделить свои политические взгляды от социальной работы. Например, можно очень простой кейс привести, это вот эта этическая дилемма, с которой сталкиваются феминистки условно-радикального толка по поводу трансинклюзивности, допустим, своих шелтеров. Вот, то есть, казалось бы, казалось бы, общечеловеческая позиция, что мы должны, ну, не должны, нам бы неплохо было бы помогать. Но, как бы, здесь есть политика условная, которая заставляет их накладывать некоторые ограничения, ну, как минимум в каком-то политическом поле. Как мне кажется, социальная работа должна быть отделена от вашей политической позиции, потому что, если вы работаете с благополучательницами, и если вы видите перед собой живого человека, которому нужна помощь, то я думаю, что необходимо в первую очередь сохранять этику здесь и сейчас, вот, и говорить как минимум на языке того человека, с которым вы общаетесь, и, возможно, ваша политическая позиция должна остаться где-то в другом месте для того, чтобы, ну, где-то в позиции дискурсивном. Если вы сейчас понимаете, о чем я, если не понимаете, можете меня потом спросить, я вам объясню. Вот, и важно сказать о дистанции с благополучателями. Вот сейчас прям короткий блок процесса работы, мы двинемся дальше, что если вы, опять же, оказываете помощь людям в травме или вообще, ну, ведете социальную работу, то важно сохранять эмоциональную дистанцию, потому что, как минимум, так как с психологами, с людьми, которые помогают, там, при абьюзии, при многих других, ну, благополучатели склонны испытывать к вам повышенную симпатию, ну, и, соответственно, нужно быть очень аккуратными и бережными в том, чтобы человека не травмировать еще в процессе, потому что вашу доброту тоже могут принять за какое-то очень личное расположение, это может быть проблемой. Просто у нас были такие кейсы, и из этого тяжело выходить, когда человек уже травмирован, а ему еще приходится отказывать в любви условно. Вот. И как искать союзницы союзников? Я понимаю, что это, возможно, довольно банальные советы, но вот так как мы по этим темам идем, возможно, мой опыт будет для вас важен. Как мне кажется, люди — социальные животные. И важно понимать, что что бы вы ни делали, и кем бы вы ни были, скорее всего, вас тоже ищут. То есть если вы ищете союзниц, союзниц, свое сообщество, подруг, соратниц, то, скорее всего, вас тоже где-то ищут. Вот. Важно просто как-то найти каким-то образом. Вот. И тоже важный дисклеймер, как мне кажется, что для того, чтобы что-то делать крутое, вам, в принципе, не обязательно соратниться, потому что я иногда ощущаю в себе некую социофобность, я не знаю, ну или мягко меня фрустрирует большое количество взаимодействий, но я могу делать какие-то важные штуки, важные... создавать проекты, например. Я могу их делать в одиночестве. И вы тоже можете, если у вас нет ресурсов взаимодействия на большие. В принципе, можно действовать любым способом, просто как-то подойти к этому креативно. Вот. Ну, я включила пункт про интернет, потому что не могу не включить. Это действительно отличный способ найти того, кого необходимо. Вот. Не буду говорить подробнее, потому что я думаю, что все понимают, как это делается. Вот. Единственное, что я хотела подробнее сказать, что, как мне кажется, многие... А, нет, там еще дальше. Как мне кажется, многие активисты, как я вижу в своей работе, когда они не собирают людей на свое мероприятие, то есть они делают что-то очень классное, но у них там приходит один-два человека, это про интернет, они не совсем понимают, что необходимо информацию о своих событиях выкладывать. Выкладывать необходимо ее. Я еще рекламой занимаюсь довольно активно. По моему опыту в социальных сетях примерно такая схема может быть рабочей. Вот. Плюс-минус. За неделю, там, и за полторы, зависит от масштаба мероприятия, если это вот, ну, вот как у нас вебинар, такой не сильно масштабный, да, не фестиваль, то за неделю-полторы вы оповещаете людей, что такое событие вообще случится, и вот за день, желательно, да, где-то так, плюс-минус за два, или в тот же день с утра вы им напоминаете, что такое мероприятие будет, потому что, ну, вот если вы просто за неделю-полторы информацию выкинули, то вероятность, что люди забудут. Но это не так значимо, потому что для их жизни, вот, поэтому, ну, это также для оффлайн-мероприятий справедливо. Вот. И про строительство сообщества. Люди не очень понимают, что для того, чтобы просто было к вам прийти, нужно говорить, не знаю, ну, какими-то простыми, понятными практиками. Вот у нас в Тольятти, у меня был, я ввела несколько, ну, год, наверное, или полтора, очень простой формат скетчи и кофе. Следующая, последующая схема происходила. Мы собирались в Тайм-кафе, платили люди какую-то символическую плату, по-моему, там, 100 рублей, получали за это кофе, и мы просто сидели на ковре, все в кругу, и делали наброски. При этом неважно было, какой уровень. Моя задача, как ведущая, заключалась в том, что я просто показывала рисунки и придумывала, за что похвалить каждый. Ну, то есть, что просто говорила хорошее про, ну, те, кто хотел, конечно, по желанию. Вот. И мы весело проводили время, болтали, рассказывали о том, как у нас проходит жизнь. И этот формат пользовался безумной популярностью, потому что, ну, это простой формат. Ты просто приходишь, немного рисуешь, потому что людям хочется рисовать. Это мечта многих людей, даже тех, кто совершенно не умеет. И там было совершенно неважно, умеет или не умеет. Вот. И он собирал там бешеное количество людей. Более того, этот скетч-клуб сейчас продолжается. Ну, не этот, а те, кто ко мне ходил, девочки продолжили его уже самостоятельно вести. Вот. То есть, создавайте мероприятия, в которых просто будет каждый и каждому... Просто иногда мы деформируемся и не очень понимаем, что, допустим, какие-то вещи, которые для нас очень простые, не очень простые для окружающих. Вот. Поэтому, если вы хотите быстро сформировать сообщество, сделайте какую-то очень простую штуку, которая будет, там, не знаю, феминистские настолки, что-нибудь в этом роде, вы познакомитесь и сможете уже делать какие-то более серьезные вещи после того, как найдете себе соратника. Вот. Еще хорошо работают всякие привлекательные практики, которые люди видели где-то, где-то про них слышали, но им не удавалось попробовать. Это хорошо работает для того, чтобы найти каких-то креативных и очень активных лидерок. То есть, если вы будете делать какой-то стрит-арт, например, там, стикер-арт клеить, это безопасно, практически легально, то есть на какие-то безопасные поверхности, там, фем-стикеры, то, скорее всего, к вам придут активные художницы или активные девушки, которые потом смогут быть тоже организаторами, с которыми вы можете уже коллаборироваться на каком-то... на уровне создания в дальнейшем мероприятии. Вот. Очень хорошо объединяет женская историческая ночь. И я хотела вот коротко сказать про наш кейс-запирание. Это... Это, в общем-то, то, с чего мы начали свою галерею квартирную. У нас была самоорганизованная галерея. Ну, она как бы не закрыта официально, но мы сейчас мало что проводим, ну, еще в связи с короной. Ну, в общем, открыли мы ее следующим образом. Это кажется мне довольно сумасшедшим и поэтому привлекательным форматом, на котором собралась большая часть нашего сообщества. У нас в запирании участвовали 13 человек, ну, и, условно, 10 из них остались с нами, остаются с нами до сих пор. То есть как художники, художницы, и для многих это был первый опыт. И не только как художницы и художники, а как наши активные волонтеры и организаторы. В общем, это было очень успешный... повторюсь, кейс. Очень успешное мероприятие. Происходило следующим образом. Мы с Аленой придумали, что мы объявим open call, то есть просто позовем любых людей, которых мы не знаем, желательно которых мы не знаем. То есть мы просто выпустим везде объявление, что мы ищем людей, которые закроются с нами в квартире на сутки. При этом в квартире будут заклеены окна, закрыта дверь. То есть мы выключим телефоны. У нас будет только один телефон, на который спустя 24 часа поступит звонок, что забирание закончено. И вот 24 часа в полной темноте, ну, в смысле в темноте, со внешним, ну, так-то у нас лампочки будут, но просто мы не сможем наблюдать, как проходит день, то есть чтобы мы потеряли течение времени, не ощущали его, не отвлекались на то, сколько прошло. Довольно, кстати, классное ощущение, попробуйте. Вот. И вот мы закроемся, и через сутки нам позвонят, мы откроемся, но закроемся мы в квартире, сутки мы будем делать работы художественные, каждую свою, каждая свою, и через 24 часа мы откроемся в галерее. Вот. И вот эти 24 часа настолько нас сплотили, настолько близко познакомили, то есть мы не могли выходить, мы ни с кем не общались извне, это был удивительный опыт. Вот. Ну, здесь вот такие креативные штуки и какие-то странные взаимодействия могут позволить вам, не знаю, просто очень быстро найти подруг и найти свое сообщество. Вот. И, да, люди любят веселиться. Мне кажется, фем-вечеринки всегда пользуются внешней популярностью. И люди любят приносить пользу. Это, ну, вообще, это три кита, на которых стоит наше сообщество. Мы организуем вечеринки, мы помогаем, если нужна помощь, это нас тоже очень-очень держит вместе. То есть мы у нас есть там, мы можем организовать кассу взаимопомощи, если есть какие-то кризисные ситуации. И людям нравится развиваться в удобной манере. Ну, то есть, в принципе, люди активны к тому, чтобы чему-то, ну, отзывчивы к тому, чтобы чему-то научиться, если это действительно классно и полезно. Вот. Поэтому вот эти три кита – веселье, польза и развитие. Мне кажется, если вы сделаете вот эти потребности, закроете, у вас всегда будет сообщество, у вас всегда будут люди, и это будет работать. Про мероприятия. Ну, вообще, когда я думала над этим слайдом, как их организовывать? Ну, их нужно организовывать, как минимум. Мне кажется, что все, кто что-то организует, в любом случае собирают людей, потому что в России острая нехватка, ну, по крайней мере, в регионах, точно, острая нехватка хоть чуть-чуть политизированных мероприятий. И я имею в виду в широком смысле, я там не имею в виду прям политику-политику, но я имею в виду то, что имеет, ну, не знаю, какую-то политическую позицию, например, там, веганство или, ну, любое гуманистичное направление, любая этика. Как мне кажется, у нее есть свой зритель и есть запрос у сообщества, у людей в городе на то, чтобы ходить на такие мероприятия. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы вы вас узнали. Не знаю, по какой причине многие активистки не информируют людей о том, что просто попросите своих подруг сделать репосты, это нормально. Попросите там, не знаю, каких-нибудь блогеров, киньте им в личку. Часто, ну, блогерки-инфлюенсерки, которые с вами в одном ценностном сегменте, которые там, которые феминистки, этих взглядов придерживаются, они охотно поддерживают бесплатные какие-то социальные мероприятия. Это совершенно нормально, не стесняйтесь. Ну, откажут и откажут, как бы, как минимум, вы точно ничего не потеряете. Вот. Можно пользоваться ресурсами организации, тоже такая недооцененная история. Скорее всего, у вас в городе с большой долей вероятности есть какие-то помогающие организации независимые, например, там, ВИЧ-сервисные организации. Кто еще может быть? Не знаю, какие-нибудь центры, которые занимаются помощью женщинами, какие-нибудь центры, которые работают с бездомными людьми. И часто это очень отзывчивые, хорошие, активные люди. То есть у нас был опыт, Алена Бударина организовывала выставку на базе центра сбора вещей для малоимущих, для бездомных. То есть там большое пространство, в котором можно привезти вещи, которые потом передадут людям. Вот. И мы делали там выставку для всех, использовали там... Ну, в общем, это был довольно классный такой многослойный проект. И обычно с этими организациями можно взаимодействовать бесплатно. Во-первых, им самим нужна помощь. У них у всех есть там женщины, если не в благополучательницах, то в сотрудницах, которым можно просто оказать какую-то любого рода поддержку, с которыми можно подружиться. И у них есть ресурсы, в том числе... Как это там? По-русски. Эти. Ну, пространство, помещения, в которых можно собираться, например. То есть посмотрите, кто у вас есть, и попробуйте с ними подружиться. Обычно это... Ну, вот мы очень дружим с Союзом художников в Тольяттинске. И вообще, вот нам очень повезло, этот Союз очень открыт. Творщики Союза художников в Солярисе, и они нас всегда пускают, и у нас никогда нет проблем с площадками. Вот. И помимо этого, в городе, в принципе, в любом, всегда очень много бесплатных муниципальных площадок. Я понимаю, что, вот, допустим, я говорила на прошлом вебинаре, что и в Кейсе Ростова-на-Дону, про который я слышала, что они проводили мероприятия в библиотеке, и у них было много проблем с цензурой. Но просто есть спектр между библиотекой, в которой, в принципе, это такая эрогенная зона российской культуры, как мне кажется, между библиотекой и какой-то нейтральной площадкой, и, не знаю, каким-нибудь центром помощи, там, инвалидам, инвалюдям. Ну, то есть между ними есть разница в цензуре. В плане того, что в библиотеке она очень высокая, но на каких-то альтернативных площадках муниципальных она может быть нулевая. Вот. И в городе обычно очень много муниципальных бесплатных площадок, в которые можно прийти и попробовать с ними пообщаться как минимум. И часто они заинтересованы в том, чтобы на их территории проводились мероприятия. Просто, ну, я не очень люблю, но не могу вам не посоветовать несколько перефразировать ваши феминистские мероприятия. Например, как я выхожу из ситуации, когда мне прям нужно с муниципалами поработать. Я просто заменяю слово «феминистский» на слово «женщины». И тогда это все становится возможным. Потому что, ну, феминизм нет, работа с женщинами — да. То есть, как бы, у нас есть феминистская ридинг-группа, но она проходит там на базе муниципального учреждения, и она называется «женская ридинг-группа». И таким образом мы можем, ну, вот, как бы, да, с одной стороны. Но с другой стороны, хорошая новость. К счастью, муниципалитеты работают так плохо, что ваша хитрость никуда дальше их внутренних отчетов не уйдет. Никто не знает, что вы так это называете, как бы, а вы можете у себя рекламировать это совершенно любым удобным для вас способом. Вот. И еще раз про форматы. У нас хорошо работают своп-вечеринки. Люди очень любят не только брать классные вещи, шмотки, но и отдавать их. То есть у нас копится много вещей, и часто это хорошие вещи, но, как бы, не знаю, какие-нибудь квир-платья с блесками, которые тоже, опять же, не отдашь людям, потому что никто, кроме нас, их не носит. Ну, ни у кого просто не бывает таких вечеринок. Вот. Но, как бы, хочется предложить их кому-то из сообщества, кто сможет ее тоже одеть в какой-нибудь классный клуб. Вот. И фримаркеты, тоже фримаркеты, один из тех форматов, с которых мы начинались, и с которых мы начинали именно фемдвижение. И вообще первое, по-моему, мероприятие, которое мы организовывали, это был фемфримаркет, и он собрал тоже кучу прекрасных девушек, которые остаются с нами до сих пор, большая часть, вот, и с которыми много-много, с которыми много проектов мы делали, всяких классных. Хорошо работает коллаборация со всякими этическими бизнесами. Мы объединялись с веганскими, с веган-производителем веганской еды в Тольятти, делали классный фестиваль совместный. Это был очень классный опыт. И, вот, то есть можно вообще легко... Ну, я думаю, что это тоже опыт, который есть у многих активистов. Вот. Отлично работают мероприятия поддержки, то есть группы взаимопомощи. Тоже очень простой формат, когда вы собираетесь поддерживать друг друга, рассказываете какие-то свои истории. Это заменяет какую-то условно-психологическую группу. Единственное, что там нужно на... Ну, организовать некоторую модерацию и придерживаться некоторых правил. Ну, я думаю, что вы можете с этим разобраться. В интернете много-много информации. Можно к Сашке обратиться, он подскажет, как это лучше сделать. Вот. И хорошо заходят любые события, где люди могут высказаться. Люди любят высказываться, и им нравится быть услышанными, им нравится внимание. Поэтому везде, где предполагается дискуссия, обсуждение чего-либо, тоже работает. Ну, и, конечно, кинопросмотры, но обязательно с дискуссией. Ну, вообще, мне кажется, что зачем собираться вместе, если вы не супердрузья, если вы потом не обсудите то, что подсмотрели. Ну, и обычно вообще мы в своих мероприятиях совмещаем несколько форматов. То есть мы делаем, например, фримаркет с кинопросмотром и с каким-нибудь мини-концертом. И таким образом у нас там 3-4 часа люди приходят, уходят, тусуются, кто-то остается, кто-то переходит куда-то, и получается такой прям, ну, типа, вайп. В общем, поэтому наши вечеринки вполне, мне кажется, классные. Вот. И будьте креативными в поиске ресурсов. Я прям подумала, что очень хорошим кейсом будет биеннале квартирных галерей. Это вообще довольно распространенный формат в Европе. И, ну, вообще, квартирные галереи довольно распространенная история. Но в Самаре они это вывели на какой-то совершенно новый, классный уровень. Они проводят следующее. То есть собирают всех художников самарских, там, Нинато-Лятинских, и говорят им организовать каждому выставку в своей какой-то, в своей или в любой чужой другой квартире. Потом они составляют общий маршрут и вводят просто людей по городу, заводят их в эти квартиры и показывают выставки разных художников. Это совершенно потрясающе, потому что организационного ресурса тратится очень мало. Но визуального разнообразия и вообще очень много. Потому что, во-первых, это бесцензурная история. Все-таки проконтролировать, кто там, что делает в каждой своей квартире практически нереально. Да они, в принципе, и не стремятся. Это такая тоже условно попытка проявить художников низовых, ну, таких любых, в общем. И минимальный организаторский ресурс и максимальный эффект, как мероприятие. Вот. Поэтому, если попробовать вот такие штуки, то вполне можно обходиться вообще и быть очень устойчивым и держаться вообще. Ну, в общем, да. Искусство помогает. Вот. Ну, это тоже такой слайд про ресурсы. Еще раз, да. Ну, я хотела сказать еще важную штуку. Как мне кажется, в России либо вы большая организация с большими ресурсами, которые, ну, понятно, тоже из ничего не получается, к этому можно идти, можно стремиться. Но в целом, если вы небольшая самоорганизация с небольшим количеством участниц, то я бы все-таки делала ставку на то, чтобы не планировать зарабатывать этим деньги, а ориентироваться на то, что вы существуете, независимо от того, есть у вас финансирование или нет. Потому что, мне кажется, очень фрустрирующая история работать на гранты, ожидать их. И часто, ну, в общем, гранты не спасают от выгорания и не спасают от, в общем, ни от чего. Они, конечно, дают вам какие-то дополнительные плюшки, и самое главное, они дают возможность реализовать какие-то ваши мечты и ваши планы, которые вы очень давно хотите и планируете. Но вот именно, когда мы говорим про устойчивость, устойчивость, она в сердечке, а не в грантах. Вот. Опять немного про Наре там писала. Да, про креативность. Но это такой дублирующий слайд, поэтому вот просто его посмотрите, и я буду двигаться дальше. Чуть-чуть про фандрайзинг. Я про него очень много говорила за последний месяц. Опять же, устойчивость дает комплекс. Сами по себе гранты, даже, вот, честно, наблюдая, даже большие организации, они вообще в России могут уйти в провал. Вот, например, сейчас у фонда Андрея Рылькова, который очень устойчивый, очень мощный. Вот. У них сейчас, собственно, происходит, что закончился грант. Сейчас телефон наберу. У них закончился грант, и все, начался этап активного сбора донатов. Вот. Потому что угроза. Вот. Поэтому, если вы прям серьезно задумываетесь о мощной большой организации или о мощном, большом становлении в России, то нужно задействовать все механизмы. Поэтому это те ресурсы, которые уже есть, использовать. Собирать пожертвования с тех, ну, вообще, с людей, которые вас окружают, неважно какие. Задействовать спонсоров. Желательно продавать свой мерч, вести какую-то условно-коммерческую деятельность. Заниматься крауфандингом, то есть организовывать целевые какие-то большие общественные компании. Ну, и, естественно, иметь фандрайзинговую команду или самостоятельно этим заниматься, которая будет вам искать денежки, еще дополнительные. Вот. Если кому-то нужно подробнее про фандрайзинг, то вы скажите, мы пришлем ссылку у нас где-то. У меня есть вебинар, там есть подробнее. Вот. И чуть-чуть про... Тоже... Или не буду. Давайте чуть-чуть расскажу, потому что тоже не все слышали, кто... Не все, кто есть... Не все, кто был на моем этом, слышали. В общем, не те, кто... В общем, простите. Что нужно... Какая форма организации в России, возможно? Если вы хотите работать с российскими грантами, то вам желательно иметь зарегистрированную НКО. Чаще всего со сроком годности, со сроком жизни не меньше года. Вот. Если мы говорим о зарубежном финансировании, то, в принципе, мой опыт говорит о том, что необязательно именно иметь НКО, и совсем даже... Совсем необязательно. Достаточно иметь инициативную группу, или временную команду, или общественное движение. Такие кейсы тоже есть. То есть любую самоназванную форму, которая не имеет никакой регистрации в России, для того, чтобы сотрудничать с зарубежными донорами. Но вот, опять же, Дуня рассказывала, что у нее опыт тот, что были отказы. Но мы работали даже с крупными фондами без НКО через финансового оператора. Но, опять же, как бы... И они говорили о том, что они, в принципе, могли бы и с физлицами работать. Другое дело, готовы ли вы принимать там, не знаю, несколько миллионов рублей себе на счет или каким-то другим способом. Вот. Поэтому, наверное, как бы если вы в России работаете с теми темами, с которыми, как мне кажется, вы работаете, то я бы не рекомендовала прям вам, наверное, регистрировать НКО. Но, опять же, можно поступать проще. Можно искать friendly НКО и писать какие-то проекты, которые могут выигрывать в России гранты. Ну, нейтральные. Потому что, например, когда мы говорим о домашнем насилии, то это вполне актуальная тема и для российской действительности. И, в принципе, на нее можно пройти деньги, и можно с этим работать. Вот. И, как бы, вполне. И если у вас нет зарегистрированной организации, то вы можете работать через финоператоров. Это люди, ну, организации, которые принимают деньги на свой счет, берут небольшой процент за, ну, за вот это посредническое участие, там, за работу бухгалтера, и, ну, то есть, условно, менеджмент ваших денег. И, ну, вы уже, как бы, имеете... Ваши доноры имеют финансовую гарантию, а вы имеете организацию, которая принимает деньги на свой счет. Вот. Поэтому, как бы, эта форма вполне рабочая. Понятно, что для российских фондов та тематика, с которой мы работаем, недопустима. Но, опять же, если феминизм заменять на женщин, в принципе, я пишу такие гранты, и это окей, они проходят. Вот. Как мне кажется, отчеты для зарубежных фондов проще. Ну, опять же, даже с крупными фондами мы работали. Ну, в России бюрократия довольно высокого уровня. Ну, прям, даже тот же президентский, это довольно... Хотя у них все хорошо автоматизировано, не хочется вас пугать вообще. Это один из самых нормально построенных по логистике грантов. Поэтому, как бы, ну, бумажной истории там довольно много. Налоги. В любом случае, если вы получаете деньги с любого донора, вам необходимо их закладывать. Это не забывайте. Я просто не знаю, какого веграунда активистки меня слушают, но не лишним будет напомнить. Пишите бюджет, заложите налоги обязательно. Ну, вот, собственно, да. Вы, надеюсь, прочитали, я думаю, дальше. И, коротенько, тоже уже говорила. Мне кажется, очень эффективным способом искать доноров... Ну, во-первых, если вы с кем-то работали или где-то про кого-то услышали, зайдите на сайт, поищите, там обычно есть форма для того, чтобы подписаться на рассылку. Это очень удобно, потому что, ну, чаще всего они по своей базе все какие-то возможности грантовые отправляют практически всегда. Если это не закрытый, там, ангажированный грант на какую-то определенную группу, то в любом случае они всю эту рассылку делают. Вот, поэтому всегда, когда нашли какой-то любой фонд, любого донора, поищите и подпишитесь. И, ну, лайфхак, которым делюсь. Если, опять же, нашли какой-то фонд или какую-то организацию, там, особенно европейский, потому что в России эта информация часто закрытая даже не в силу того, что люди не хотят делиться грантными возможностями, а в силу того, что люди не хотят делиться с полицейскими грантными возможностями своими. Ну, в плане, что у нас признают иноагентами за иностранные деньги. Но на сайте европейских организаций вы легко можете найти их доноров. То есть вы там спускаетесь в подвал или заходите там в партнеры и находите тоже списки, списки, с кем они сотрудничают и кто им помогает в работе. Вот, таким образом можно набрать довольно большую базу. Вот. И тоже забываю все время сказать об этой возможности. Если у вас есть организация, вы можете включать ее в различные объединения большие, то есть если мы говорим об ЛГБТ-организации, вы, например, можете войти в российскую ЛГБТ-сеть, у которой не очень много денег, но очень много союзников, очень много каких-то возможностей там информационных, адвокативных и прочее. Или там Вилга Европа, в которой вообще огромное количество европейских организаций. Я, к сожалению, к стыду своему, мне вообще кажется честно, что возможностей для феминисток, ну, меньше. Возможно, это мое субъективное мнение, но мне попадается их намного меньше. Я знаю, что есть фемообъединение, но с Россией они работают не так хорошо и не так напрямую, как Вилга работает, например, по темам ЛГБТ-сообществ. Вот. Собственно, да, остальное очевидно. И здесь тоже прям коротко пробегусь, что важно понимать, что большинство заявок, которые вы подаете, скорее всего, не будут выигрышными. Это нормально, это не с вами что-то не так, это то, как это работает. И вот, увидите, показать свой опыт красиво, звучит банально, но я отсматриваю заявки, которые, ну, или там, письма, не помню. В общем, я отсматриваю заявки, которые заполняют мои коллежанки, и я вижу, как девушки с великолепным опытом, которые делают очень важные вещи для сообщества, они их просто не включают. То есть, не знаю, если вы когда-то участвовали там в какой-то выставке, которая была очень важной, которая поднимала важную тему, укажите это. Ну, то есть покопайтесь в своей памяти и хорошенько вытащите на свет то, что вы делали. И, ну, грешат этим российские активистки, они недооценивают тот труд и те истории. То есть, как бы, вот, например, сейчас вы слушаете вебинар про устойчивый активизм, не знаю, включите его там, то, что вы обучаетесь, обучались. Ну, как бы, не надо врать, конечно, что вы там прошли большие курсы, но тем не менее, что вы, как бы, ну, в курсе этой истории. Вот, ну, это для примера. И можно задавать вопросы доноров, не бойтесь, они очень приветливые, особенно европейские, американские доноры, можно их спрашивать. И это еще касается, если вы вдруг взяли грант, и вам нужно что-то там поменять или что-то пошло не так, напишите им, это окей, менять бюджет. Чаще всего у вас есть вообще 25% бюджета, это без согласования с донором вы можете внутри, там, строки конкретно, ну, внутри этого. Ну, в общем, 25% вы можете туда-сюда менять чаще всего самостоятельно, но, в принципе, даже если вы превышаете эту цифру, то напишите, и чаще всего нет никакой проблемы для того, чтобы этот бюджет переделать, просто, ну, там нужно заполнить какие-то документы, и все будет окей. Вот, не надо бояться, что вы что-то написали совсем не так, а оно на практике вышло по-другому. Просто напишите, и все решится. Там есть эти механизмы, они уже давно все это отработали, и ничего в этом нет такого. Не надо мучиться с тем бюджетом, который вы написали, но вы уже не можете в него залезть, потому что, ну, в общем, ситуация поменялась, или вы ее не совсем правильно рассчитали. Вот, и про команду я тоже уже неоднократно говорила, да, если вам предстоит большой проект, потщательнее выбирайте тех, с кем вы его делаете, потому что... В России у нас, мы все время шутим, что у нас есть такая проблема, нам нужно... Нет, это дальше. Да, нет, это здесь. Что у нас есть такая проблема, что нам нужно рассказать о своем мероприятии вообще всем, ну, желательно всем, и особенно новым людям, но чтобы о ней вообще никто не узнал, кто не нужен. Потому что, ну, как бы, мы всегда рискуем, мы вообще не делаем ничего вообще плохого, но то, что мы делаем, может быть квалифицировано как что-то плохое, как угроза каким-то там нравственным основам или еще чему-то. То есть, из-за того, что люди не очень информированы, из-за того, что они там обеспокоены, испуганы, и мы им не совсем понятны, как политические единицы. Вот, мы их пугаем часто. Ну, фемповестка пугает людей, потому что им кажется, что... Ну, много чего кажется. Вот. Естественно, пугает ЛГБТ-повестка, ну и вообще любые... Ну, естественно, уж я не говорю о работе там людей с наркопотребителями и прочее. То есть, это пугающая история. Даже, скорее всего, вас пугают эти слова, если вы не сталкивались с работниками из этой области. Вот. И да, это проблема. Но я сейчас хотела бы поговорить вот вообще о том, как ее решить. Ну, я немного рассказывала. В любом случае, нужно... В общем, не знаю, там надо смотреть конкретно ситуацию. Но я хотела бы скорее поговорить о том, что нас пугает и реально ли это вообще в ситуации, как вот работать со своей внутренней историей. С одной стороны, публичность делает нас уязвимыми, потому что, ну, мы рискуем иметь проблемы с окружением, с работой, например, потому что даже сейчас для меня риск у меня есть там официальная работа, которая, скорее всего, в общем-то, не это... Не хотелось бы мне быть там сильно публичной в том, что я делаю. Вот. Но, с другой стороны, если вы активистка, то нужно понимать, что у вас все равно есть привилегия по отношению к обычным людям. Ну, вот кейс Цветкова я написала, но, наверное, более яркий кейс это кейс вот этого журналиста Голунова. Да, по-моему, правильно я говорю его фамилию? Потому что очень много людей сидят за подброс наркотиков в России. Гигантское количество. Но из-за того, что он, ну, словно активист, из-за того, что он видный общественный деятель, ну, журналист, деятельность которого видна, у которого есть сообщество, у которого оказалась поддержка, из-за этого он не пошел в тюрьму. И у активисток, вам нужно понимать, что у вас есть тоже этот ресурс. Есть адвокация, которая может быть доступна. В общем, если вы активистка, то если с вами что-то случается, постарайтесь дать об этом знать как можно большему количеству людей. Вот. Потому что найдутся адвокаты, найдутся активистки, которые будут там, условно, организовывать какую-то компанию, вашу поддержку. Найдутся деньги на штрафы. То есть это тот ресурс, которого нет у многих людей. Мне это добавляет уверенности в том, что я делаю, и, возможно, вам это тоже поможет. Вот. Но еще я хотела бы поговорить вот об этом. У нас был такой тренинг, в том числе про безопасность. И там тоже был кейс в сервисной организации. Приехал специалист, и они начали... И он такой говорит, ну, рассказывайте, какие у вас тут угрозы? Они говорят, ну, у нас угрозы, что нас закроет центр Э. Он такой, окей. А что, они к вам часто ходят? Они такие, да нет, вообще не ходят. Он такой, ну, может быть, они вызывают вас на допросы. Они такие, да ну, нет, уже там, типа, два года не вызывали. Он такой, ну, типа, может быть, что-то еще говорит вам о том, что это может случиться. Они такие, ну, нет, ничего не говорят. Он говорит, а сколько организации центр Э закрыл там за последний год в вашем регионе? Они такие, да ну, нисколько. Он такой, хорошо, ну, может быть, в России закрыли. Нет, не закрывали. Вот. И в какой-то момент после вот этого череды вопросов вот этот туман страха, ну, лично перед моими глазами как-то начал расступать, потому что в России вся пропагандистская машина работает таким образом, что она должна держать вас в страхе. Вот. Вся эта система, как мне кажется, направлена на то, чтобы вы боялись, боялись что-либо делать. Вот. Но в целом есть матрица последствий и вероятностей, и вы можете использовать эту матрицу для того, чтобы оценить риски своей организации или своей группы или свои личные риски. Вот. И здесь есть столбец вероятность, и вы условно можете брать количество случаев, количество случаев, которые случались, допустим, ну, в вашей области. Ну, то есть вот боитесь вы того, что вас посадят за пропаганду того, что нельзя говорить слух. Вот. Боитесь вы этого, и вы смотрите, сколько в вашем регионе село... Ну, у нас вообще, во-первых, нету, не сажают за это. У нас это административная статья. Сколько было оштрафовано людей за эту историю. Вот. И почему важен регион? Потому что в России тоже политика очень сильно отличается от региона к региону. И то, что актуально для Чечни, не будет актуально для Московской области. Вот. Поэтому... Или даже то, что актуально для Московской области, не будет актуально для Москвы. Поэтому вот вы смотрите количество случаев, да, смотрите, какие потери вы понесете, если вас осудят за пропаганду, да. А потери — это, по-моему, там, в районе 15-20 тысяч рублей. Вот. И оценивайте, как бы, эти потери... Ну, то есть, понимаете, вот условно видите внизу шкалу критическое, да, это... Ну, это смерть, да. Ну, то есть, мы берем от тех последствий, которых вообще вам... Которые вообще вам там ничего не это, до, ну, самых очень плохих, да, пытки, смерть и еще что-то там. В общем... Вот. И когда вы раскидаете какие-то свои страхи вот на эту рациональную шкалу, возможно, вы... Большинство из них окажется вот в этом зеленом спектре, которые, по большому счету, ну, не должны волновать вас в вашей работе. Ну, то есть, как бы, можно иметь это в виду где-то, ну, на заднем плане, да? Ну, просто аккуратненько там ставить возрастной ценз где-то. Ну, просто учитывать, да? Но не фрустрироваться этим, то есть не иметь психологическую травму от того, что вы находитесь вечно под прессингом государства. Потому что это очень выгодная история для государства. Фактически они не проводят никакой работы. Они, честно говоря, даже особо не сажают за эту историю. Но она настолько распиарена, она настолько пугающая, что как только речь заходит о любых, вообще о любых гендерных мероприятиях, не только вообще каких-то связанных непосредственно там с пропагандой, которая вообще относится только к несовершеннолетним, любых гендерных мероприятиях, в том числе феминистских, у всех наступает, ну, некая внутренняя фрустрация. А вот эта необходимость решать этот вопрос о том, как бы нам не напропагандировать. Вот. И это очень выгодно системе, потому что системе не нужно работать, она все настолько хорошо устроила, что вы и так боитесь, ей даже делать ничего не надо, и я вам сейчас докажу, почему. У меня есть следующий слайд. Вот, как бы, это данные в Википедии. Да, я получаю информацию из Википедии, и не стыжусь о том. То есть у нас за 2019 год по всей России, по этому громкой-громкой-громкой статье, которая пугает каждую активистку и каждого активиста в России, который занимается любыми гендерными вопросами, любой гендерной проблематикой, вич-сервисной, вообще всем практически, было всего 20 дел, и при этом привлечили только 4 человека. Ну, то есть, как бы, вероятность невелика, не очень хорошо эта система наша работает, судебная. Так что имейте в виду, но просто не бойтесь, потому что это очень выгодно, что вы боялись. Вот. И если вы все-таки, как я, и как все, параноэти, то я немножко расскажу вам чуть-чуть, прям исходя из того обучения, которое я несколько раз проходила, как вам себя обезопасить, просто чтобы совсем спокойно себя чувствовать. Если вы не знали, а я все время об этом забываю, все телефонные разговоры в России на данный момент записываются и хранятся 6 месяцев. Вот. Поэтому, если вы вдруг хотите, чтобы ваши разговоры не хранились 6 месяцев, то звоните в мессенджерах по тем вопросам, которые связаны с вашей проектной работой, с вашей активистской работой, постарайтесь перевести, ну, просто взять за правило, общаться в мессенджер. Вот. И как чистить зубы, как принимать душ, возможно, вам стоит для своей команды выработать какие-то общие правила минимальной информационной гигиены, которая просто будет как, ну, такая-то бытовая история, которой вы пользуетесь на постоянку и просто живете так свою жизнь. Это хорошие пароли с этими штучками, которые эти пароли генерируют. Погуглите. Я это... Ну, как это, генератор паролей? Ну, в общем, вот эти вот такие программы, которые за вас все придумывают, а вы помните только один большой пароль. Вот. И, в общем, да. Если вас вдруг заинтересует эта тема, напишите мне. Я вспомню и напишу, как придумывать большую пароль, так как, чтобы его не забыть. Там есть лайфхак. Вот. Настраивайте двухфакторную аутентификацию. Это немножечко запаривает первое время, но потом вы привыкнете. Ну, и просто вот будьте спокойно жить и, ну, просто вот со временем привыкнете, и это не будет вас мучить. То есть не надо, чтобы ваш айфон и ваш любой другой телефон разблокировался отпечатками пальцев. Ну, это тоже такая простая вещь. Ну, я тоже до недавнего времени... Ну, удобно же, да? Ну, типа... Ну, удобно. Ну, с одной стороны, удобно, а с другой стороны, особенно если вы ходите на какие-то уличные мероприятия, вот, ну, не надо. Ну, если у вас есть какая-то это, следите за тем, что хранится на компьютере, удаляйте это периодически, вот. И небезопасно вести переписку через любую, ну, через почту Яндекс, через Mail.ru. Довольно оптимально это Gmail. Совсем для каких-то... Ну, в общем, есть еще почта Proton. Она независимая и защищенная, но есть проблема. Она, по-моему, с недавнего времени, как минимум полгода, она заблокирована на территории Российской Федерации. Но вы можете ее через Tor-браузер вполне открывать, использовать. Вот. Ну, пользуйтесь Tor-браузером, это довольно безопасно, если вы... Ну, это... Я говорю, эта история, это прям совсем для людей, кто переживает и беспокоится. Мое дело сказать о вам, как использовать. Вот. И если вы все-таки боитесь закона о пропаганде, то ставьте 18+, перед сообщениями. На самом деле, в России изголодательство довольно такое... немножечко... Ну, в общем, непредсказуемое. Ну, то есть, как бы, вы ничем не защищены, на самом деле, если вас захотят... Ну, в общем, просто кейсы говорят о том, что у кого вот это вот волшебное... волшебный оберег стоит, тех привлекают реже и их вообще практически не трогают. Вот. Хотя, опять же, у Цветковой стояло это там во многих местах, но не спасло. Вот. ВК и Facebook небезопасны, не ведите переписку. Ну, нет, вы можете вести любую переписку, но если вы не хотите, чтобы ваша переписка... Хотите, чтобы ваша переписка была полностью инкогнито, не ведите там ее. И, ну да, про телефон я уже сказала, библируется. Окей. И маленькие лайфхаки, прям коротенькие, от меня, как от рекламщицы. Да, раскидывайте сообщения по союзницам, по союзникам, репостите к себе. Вообще удивительно, что часто люди не делают репосты о своем мероприятии, даже на свою собственную стену. Я не очень понимаю, ну, типа, что скрывать-то? Рассказывайте людям. Ну, или заведите какую-то платформу, где вы там не будете со своей личностью идентифицироваться, где вы сможете делать репосты, набирать какой-то социальный капитал, которому вы сможете рассказывать о своей работе. Вот. Ну, потому что, как бы, вам же нужна какая-то площадка, чтобы как минимум сохранять тех людей, кого вы уже наработали, кому вы нравитесь и кто хочет узнавать о вашей работе. Поэтому, как бы, какая-то площадка нужна. Вот. Сайт, конечно, можно делать, лучше его делать с программистом, но я много лет делала на Тильде, ну, на Викс или на Тильде. Это бесплатные всякие браузерные верстки, которые можно просто там мышкой собрать себе сайт. это вполне рабочая история и можно делать прям классные проекты на этих штуках. Вот. Если кто-то не знает, дизайн можно делать в конве. Я сейчас имею в виду, в основном, дизайн для соцсетей. Ну, то есть, какие-то красивые эти плашечки туда сделать, без знания, там, графических программ. Есть такая программа, ну, браузерная тоже, канва. Вот. Она, в принципе, вполне рабочая, я знаю, что многие ее юзают, и это довольно классный инструмент. Вот. Посты лучше не воруйте. Лучше не воруйте посты, да, лучше напишите простенько, как я, с ошибочками, но свое. Вот. Ну, как я, с ошибочками. Вот. Если вдруг нужно, если у вас есть большой паблик ВКонтакте, то можно делать рассылки через ВК-баттон. Это такая небольшая программка, которую можно, ну, скачать. Это рассылки, именно приглашение на ваше мероприятие ВКонтакте. Довольно рабочее, то есть, ну, у меня там есть группа, там, не знаю, там, на 3000 человек, и вот ставишь там, кнопочку нажимаешь, и она этих человек приглашает потихонечку. Вот. Ну, можно тоже к себе, там, по 40 человек, не вручную приглашать, а автоматически. Ну, Инстаграм только контент. Ничего не могу посоветовать. Могла бы посоветовать One Million Like, но его закрыли недавно, поэтому хотите Инстаграм звездами быть, делайте уникальный, классный контент регулярно. Если ресурса мало, как у меня, то можно сосредоточиться на каком-то основном канале, остальное дублировать, ну, в какие-то там тоже базовые штуки, то есть, потому что аудитория, там, который сидит ВКонтакте, часто может не сидеть в Инстаграме, и это нормально, можно просто дублировать. Кросспостинг. Это когда вы какую-то программу заливаете пост, а он там выходит, ну, и ставите, что он должен выйти в Инстаграме в это время, в Фейсбуке в это время, и в это, ну, там, просто три кнопочки, и он выходит на всех ресурсах автоматически. Я пользуюсь SMM-планером, там, аккуратнее, и с тем, чтобы вас не забанили. Это, меня не банили ни разу, но вот люди ругаются. Ну, там есть правила, прямо SMM-планеры написаны, как это все сделать. Ну, это скорее такие профессиональные SMM-ные инструменты, но вдруг вам понадобятся малы. Про смайлики мое отдельное пожелание. Смайлики повышают конверсию, но борщить с ними не надо, ну, как бы, ну, и отказываться от них совсем тоже не стоит. Если вы хотите, чтобы все было шикардосно по дизайну, просто возьмите каких-то два своих цвета, и даже если у вас не будет своего дизайна, если вы просто будете картинки подбирать по этим цветам, у вас уже все будет смотреться шикарно. И можно искать специалистов про БАНО, это то есть тех, кто помогает бесплатно активисткам. Я, например, могу вам помогать по дизайну, если вам нужно. Я делаю это бесплатно для активисток, и буду рада быть полезной, поэтому можете обращаться. И таких специалисток много, можно просто в паблике выкидывать объявления, и почти наверняка не найдется, кто может оказать вам поддержку. Вот, поэтому устойчивая организация, как мне кажется, это совокупность. Совокупность большого количества штук. Это стратегическое планирование, команда, опыт, который у вас уже есть, который позволяет вам двигаться дальше, фандрайзинг, и паблик релэйшн, то есть общение, ну, то, как вы взаимодействуете с общественностью. Ох, я же сказала, что я буду безусловно, так и думала. Пер, это связь с общественностью, то есть то, как вы взаимодействуете, это реклама и прочее. Давайте я просто скажу вам хорошие кейсы, как мне кажется, на которые можно ориентироваться в ведении социальных сетей. Вот фонда Андрея Рыркова, на который я уже ссылалась, посмотрите их телеграм, просто по количеству рубрик, потому как они работают с темой наркопотребления, я прям их фанатка, потому что мне кажется, что они очень неплохо выкручиваются и очень хорошо говорят на языке сообщества. вот, и вот я вам даю канал, телеграм-канал «Квартира», это организация берлинская, у них там не очень много подписчиков, но мне кажется, совершенно зря, потому что ведут они тоже довольно классно, там, какие-то личные сообщения, как мне кажется, это удачная история, просто они пока еще не набрали своих фолловеров. Вот, планирование. Вообще, есть такая большая, большая штука, про которую я не успею рассказать, это стратегическое планирование. Если вы хотите прям организацию-организацию, то я бы вот поставила бы себе в цели стратегическое планирование, потому что с одной стороны это такая маркетинговая история, которая кажется немного натянутой на самовар активизма, но с другой стороны мне кажется, что вообще вот эти долгие цели, вот эти высокие идеалы, это то, что позволяет не сдаваться и не опускать руки, когда вы выгораете или когда вы устаете или когда что-то еще идет не так, и в целом это то, что держит команду, а еще самое главное стратегическое планирование очень помогает, когда вы это делаете в команде, сверить ваши ориентиры и говорить на одном языке, потому что часто, когда мы начинаем вообще проговаривать, мы начинали для своей команды ценности, те цели, то, что для нас важно, очень произошла калибровка команды в какое-то одно, ну, в одно русло, то есть это не значит, что там мы все подстроились, это значит, что мы, ну, вот как-то сошлись с тем, то есть мы обсудили действительно то, в чем мы очень согласны, и что для нас точно единое, и точно нас вдохновляет, и это очень-очень помогает проясниться и, ну, как-то рехабнуться, я не знаю, в рамках командной работы, поэтому очень классная штука, если вы вдруг планируете, то я вам посоветую, 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 как минимум, ну, в общем, напишите, если вы вдруг хотите старт планирования, я вам расскажу подробнее. Команда, зовите помощниц, обращайтесь за помощью, вообще не стесняйтесь, людям необходима возможность сделать добрые дела, и не всегда у них есть возможность лидерствовать в этом, но я по себе знаю, что люди гораздо легче подключаются, то есть если вы берете на себя, вообще лидерство, это не всегда какую-то суперответственность, это иногда просто написать анонс мероприятия, ну, то есть часто у меня девочки и так вот собирались, но я говорю, ну, вы можете собраться без меня, давайте вы просто, типа, соберетесь, а они такие, нет, мы не хотим, но они и так собираются, в этом нет никакого смысла, ну, то есть как бы, то есть я к тому, что лидерство, это, не какой-то супертруд, который необходимо делать, иногда это просто сказать, давайте соберемся, и можно даже самой не приходить, написать анонс там и организовать, вообще для меня идеальная система, это та, которая работает без меня, я туда вообще не хожу, вот, а люди собираются, у них что-то происходит. для выгоревших активисток, во-первых, есть шелтеры, если вы долго занимаетесь какой-то травмирующей работой, то есть есть всякие программы поддержки, тоже погуглите, поищите, если нужно, напишите, но это обычно для тех, у кого там есть большой бэкграунд, травмирующие работы, но в целом, если такие есть, среди моих слушательниц, слушательниц, то есть возможность тоже восстановиться, не все феминистки об этом знают, часто тоже, опять же, КГБД-активистки об этом знают, вот, и мне кажется, что идеальная команда, та, которая работает эффективно без вашей помощи, а совсем идеальная, это та, когда из вашей работы растут другие организации, когда те, с кем вы работаете, создают их, вот, про опыт, вот из всего, что я здесь написала, я бы хотела отдельно остановиться на том, что, как мне кажется, еще для устойчивости очень важно, чтобы у вас была какая-то регулярная встреча с сообществом, она может быть вообще на любой почве, она может быть там группа взаимоподдержки, ризинг-группа, скетчинг-клуб, ну, я имею в виду, естественно, с некой политической коннотацией, там, с историей феминизма, вообще все, что угодно можно феминизировать, все, что угодно можно добавить приставку фем, вообще брать любые практики и просто делать их феминистскими, присваивать себе и на основе вот этих мероприятий уже консолидироваться, вот, но сделайте встречу, там, не знаю, два раза в месяц, один раз в месяц, этого будет более, чем достаточно для того, чтобы просто ощущать некое постоянство в своей работе, ощущать сообщество, просто сделайте эти встречи какие-то условно незыблемыми, то есть, ну, вот раз в месяц вы обязательно собираетесь, и причем неважно, там, придете вы сами на эту встречу или девочки там соберутся без вас, неважно, главное, чтобы встреча состоялась и чтобы там, не знаю, попили чай, поговорили, выслушали друг друга, это очень классно работает для устойчивости, вот, да, и совет, ну, в любом случае, как-то налаживайте, чтобы это было без вас, просто я столкнулась, что, ну, не знаю, вы можете заболеть, еще что-то, все не должно быть зациклено на одном человеке, потому что, если это будет, то оно рано или поздно споткнется, рано или поздно, ну, опять же, помните, синусоиды, мы не всегда одинаково продуктивны, то есть рано или поздно вы, ну, не знаю, приболеете там, вам в конце концов надоест, но то есть желательно готовить какую-то преемственность, то есть уже настраивать сообщество на то, чтобы оно было самодостаточным, саморазвивающимся, самодвижущимся, и тогда вот это вот будет классно. Вот, и если у вас есть ресурсы, предоставляйте их людям, я это к чему? Я к тому, что очень многие девушки, женщины имеют очень много классных идей для того, чтобы что-то сделать, а если у вас есть ресурс организаторский, например, или ресурс, там, помещения, или ресурс печенек, вот, и комнаты в квартире, то вы можете собрать людей и собрать женщин и представить их той, кто хочет что-то провести и сделать таким образом. Во-первых, это снимет с вас нагрузку, как с организаторки, позволит вам выдохнуть, а во-вторых, это позволит увеличить количество мероприятий от вас и дать больше пользы сообществу. То есть, мне кажется, это очень классно искать кого-то, кто тоже проведет мероприятие с вами вместе. Да, не забывайте презентовать. Если вы что-то провели, выкладывайте фотоотчеты, это, причем, вот, в общем, жиза, выкладывайте фотоотчет сразу. Вот пришли, пусть фотки не очень, пусть они, не знаю, выложите прям сразу. Потом очень высокоорганизованные люди могут все это подбивать или люди, которым нужно отчитаться. Но если у вас нет доноров, перед которыми надо отчитываться, если у вас это, ну, вот нет какого-то супер необходимости их выкладывать, кроме вашего глубокого желания поделиться своей репрезентацией, то просто сделайте это сразу. Потому что, да. Да, ну, это я уже говорила, поэтому про... И какие еще есть возможности для активисток? Для соло-активисток, для тех, кто, даже если у вас нет ни команды, ни организации, нужно понимать, что в мире огромное количество возможностей, например, стажировок, исследовательских поездок, можно поехать на какой-нибудь семинар, вебинар. И вот хотела рассказать про кейс, который был организован тоже по Мдунии, в Аверсе, Самарском. Они просто написали, ну, не просто, но они подготовили некий проект и отправили его в американские города побратимы с предложением, вот, мол, мы организация ЛГБТ-организация из Самары, вы ЛГБТ-организация из города побратимов США, давайте вместе что-то сделаем, обменяемся активистами, опытом, и и у них это получилось, да, американский город сюда ответил, более того, Америка взяла на себя расходы по этому проекту, мэрии этого города, и они слетали в США, американские ребята приехали в Россию, и у них получилось что-то очень интересное, классное общение, дружба, и действительно обмен опытом, вот, поэтому можно вообще инициировать такие вещи, не ждать доноров, обычно бывают ресурсы, часто которых мы не знаем, но если вот поискать, то вполне можно найти, можно, да, принимать участие в конференциях, в крупных сценариях, обычно вот эти возможности доступны для тех, кто входит в какие-то объединения, или кто подписан на вот эти рассылки, или, ну, вообще часто, да, это все ресурсы какой-то инвестиционной тоже штуки, но в целом, опять же, если вы там исследовательница, то это тоже работает. И вы можете брать гранты, travel-гранты, можете брать гранты на исследовательскую работу, на образовательную, я понимаю, что это советы из области, из области, если вам нужны деньги, возьмите деньги, я просто говорю для тех, кто не совсем в курсе, не совсем вообще варится во всем этом, просто как о возможностях, которые существуют, вот, а там погуглить их всегда можно, особенно если вы вдруг английский знаете, но если не знаете английский, тоже можно, и можно поехать в арт-резиденцию, в мире огромное количество арт-резиденции, если вдруг у вас есть искусство как медиум взаимодействия с сообществом, активизм очень усиливает позицию художницы, как той, кому нужно дать денег на то, чтобы приехать, поэтому если у вас есть активистская составляющая, это то, что помогает. и я прям все уже завершаю, если честно, не очень смотрела, сколько времени меня на это шло. В общем, что вам может помочь в активизме, прям немножечко инструментов. Во-первых, в активизме огромное количество возможностей для обучения, огромное, вот если Вика вас добавила в чат, если вы вообще состоите во всяких чатах, или если вы подписаны на соцсети всяких организаций, вы всегда будете при вебинарах, при всяких штуках, где можно обучиться безопасности, адвокации, там какой-то минимальной, не знаю, фасилитации всему чему, вообще все, что может пригодиться. С этим вообще нет никакого недостатка, и если кто-то еще немножко одной ногой только вступил, то вы попадете в дивный мир вообще всяких потрясающих навыков, которые пригождаются не только в активизме, но и в жизни очень сильно. Вот. И в системе российских грантов есть огромное количество НКО, занимающихся консультированной поддержкой по написанию грантов. Вообще в каждом городе есть, скорее всего, отдельная, ну, с большой долей вероятности у вас есть какой-нибудь бизнес-акселератор, там, не знаю, не очень хочется материться. В общем, есть какая-то организация проправительственная, которая, ну, которая спонсируется на деньги. Вообще, если что-то спонсируется на деньги правительства, пожалуйста, участвуйте в этом, потому что именно нам нужно осваивать деньги правительства, а не кому-либо еще. Я считаю, что мы больше всего этого заслуживаем, а я еще и налоги хочу. Думаю, вы тоже. Вот. Там есть, в общем, возвращаясь к теме, там есть НКО, которое занимается консультированием, поддержкой по написанию грантов, и они часто действительно помогают, они могут посмотреть вашу заявку, они, ну, просто устно вам скажут, что нужно делать, что не нужно с этим грантом, ну, типа, вот максимальное не подавайте, подавайте вот столько-то при вашем там, при ваших исходных данных, вот. И эта система точно работает для президентских грантов в каждом регионе, есть обучающие программы, есть НКОшки, которые прям вот консультируют. Они обычно гуглятся прям вот easy. То есть там это все такая официальная история, ну, приятные чаще всего люди, которые действительно неплохо разбираются в своем деле и помогают с этим. Вот. Да, я говорила, что вы можете обращаться за помощью консультаций к сотрудникам любых фондов, они вообще легко это делают и консультируют. Стратегическое планирование, если вы надумали делать для своей организации, если вы уже достигли той там эволюционной стадии, когда вы хотите, ну, прям гиперскачок совершить, то можно обращаться к специалистам, которые помогут вам это стратегическое планирование совершить. Например, Татьяна Венченко, это Московский комьюнити-центр, она на очень высоком уровне это делает и вот можно к ней обратиться. Это, скорее всего, не бесплатно, но иногда есть грантовые деньги на это, ну, вот на какое-то стратегическое развитие. Вот. Если у вас в команде кризис, если вы ссоритесь и ругаетесь, я бы единственное, что посоветовала, обращайтесь за помощью к третьим лицам, это то, что работает. Не пытайтесь, ну, нет, пытайтесь, конечно, но, в общем-то, если вы в тупике, просто зовите какую-то третью сторону, не заинтересованную ни в вас, ни в оппонентах, и это помогает выйти из этого пике, а если это третья сторона еще и профессионально обучена, то есть, если вы психологини или фасилитаторка, ну, это вообще будет идеально, ну, это просто такой маленький лайфхак, который, возможно, вам поможет. И есть организации, которые помогают НКО упаковывать свои стратегии, ну, вот, я знаю, временские консультанты, они точно неплохо это делают, они делают это точно не бесплатно, у них есть там что-то, какие-то бесплатные возможности, как минимум, вы можете их погулять, у них много обучающего контента, что касается там фандрайзинга, СММ для НКО и прочего-прочего, это универсальные советы, которые активисткам, в принципе, помогут, и они вообще очень хорошие ребята, ну, у них вот такой вот бизнес, они помогают НКОшкам упаковывать свои фандрайзинговые компании для того, чтобы выходить на стабильную, какое-то стабильное поступление денег. У них, по-моему, ночлежка, они работают, ну, там у них хорошие кейсы, такие грамотные, которые действительно, действительно прогремели после их помощи, если у вас есть деньги, то можно обратиться к ним, ну, или как минимум посмотреть их контент, он уже полезный даже бесплатный. Используйте, да, других активисток, используйте других активисток, обращайтесь к другим активисткам за поддержкой, союзничеством, это работающая история. И мне очень помогло, в общем, есть вот этот проект «Устойчивый активизм», его тоже делают очень толковые ребята, он довольно новый, у него небольшая аудитория, но у них там психологи и всякие классные специалисты, и я вижу, что эти специалисты из ну, из хороших, из хороших социальных проектов, я просто их знаю по-другим, вот, они их там приглашают и делают обучающий контент, у них довольно много всего, и как мне кажется, по профилактике выгорания, если вдруг для вас эта проблема стоит, и вообще для профилактики какой-то работы в команде через вот этот вот полупсихологический контент, они очень хорошо, хорошее видео записывают, они не очень хорошего там прям технического качества, но советы рабочие, классные, не безумные, как иногда бывает, вот, поэтому тоже советую посмотреть, вот, там я подготовила слайд, который у меня нет, и, ой, ну, тут я сделала ссылки, если что, если они вам нужны, это, это, тоже такая мелочка, потому что все остальное гуглиться, вообще все, что я рассказала гуглиться в основном, ну, я имею в виду, если я говорю про какие-то конкретные поинты, здесь эти ссылки, они будут у вас потом в рассылке, вот, ну, в принципе, и это все тоже гуглиться, то есть устойчивый активизм, агрегатор грантов, как там грантов в Телеграме, культурные гранты России, не помогло мне, но они их там действительно генерируют, вот, там, правда, много возможностей, можете зайти посмотреть, там для ваших регионов собираются, скорее всего, вот, ну, собственно, все, все, я закончила, так, сейчас я сверну демонстрацию, и мы с вами поговорим, если, если у вас будет желание, а, вот, все, очень классная презентация, Наташа. Спасибо. У меня есть идея на сайте, на проекторском сайте, сделать какую-то страничку, и на нее положить описание, потому что порезло, и потом, может быть, предложить людям написать на почту, если они хотят посмотреть. Окей. Третье, чтобы как раз шарить со всеми, ну, а премито, что кроме людей, которые записывались, они смогли, несколько человек писала. Вик, а сколько времени у меня заняло, я-то что-то не поняла, сколько... Полтора часа примерно. Отлично. Не так долго и не так быстро. Ну, в общем, ладно, окей, у кого-то есть вопросы, если у кого-то есть желание прям что-то сейчас спросить по-быстрому про себя или какой-то свой кейс рассказать, мы можем обсудить. У меня вопрос есть. Да. Я хотела два вопроса задать, потому что для меня вопрос устойчивости в самоорганизации, он еще связан... Первая штука, это типа, если вы собираетесь получать гранты, например, какой у вас опыт внутри сообщества, как вы решаете, не знаю, кто сколько работает, как получают деньги, насколько это горизонтальный механизм, не знаю, какой у тебя вообще опыт есть. и как бы потом с принятием решений, вот эти вот иерархии, как это все работает. Вот. И второй вопрос про выгорание и по профилактику, когда вы работаете, потому что наверняка есть какие-то мысли о том, как вообще, типа, заботу практиковать внутри группы, потому что, если у вас есть эти заявки, графики и все прочее, то очень легко попасть в какой-то этот луп бесконечный, типа, переработок. Вот. И есть ли у тебя какие-то идеи как вообще избегать этого, не знаю, или минимизировать? По поводу, по поводу того, как у нас принимаются решения. Вот. У нас команда не очень большая, и на самом деле у нас был очень, ну, не самый хороший опыт вообще взаимодействия с союзнической организацией относительно, в общем, в какой-то момент я писала проект и решила, и вот я была, встала на эти грабли горизонтальности и, ну, как бы, откровенно менее компетентного союзника поставила, ну, в равные условия с собой. Вот. И это вышло мне очень большим боком, потому что проект, ну, типа, был очень для нас важным, очень мы им горели, и, как бы, союзник, союзницы, которые были менее заинтересованы в результатах, но они оказались с нами абсолютно на равных в качестве тех, кто принимает решения. И это очень сильно страдает на качестве, потому что, ну, в общем, как мне кажется, если вы, если ты отвечаешь за проект, если ты им, ну, горишь, то, вероятнее всего, горизонтальность это, ну, будет немного симулированная. Но при этом, если у меня, как объяснить, если у меня есть специалистка, которая отвечает за какой-то конкретный блок, я полностью доверяю ей в том, что она за него отвечает. Вот. Но, как бы, организация все равно условно на мне, и, ну, у нас обычно часто это строится таким образом, что Алена там курирует в утреннюю часть, и я вообще ее не трогаю, я ее даже не проверяю. Ну, то есть, как бы, и она абсолютно в этом свободна. Но она, ну, условно, не парится над тем, чтобы администрировать, ну, какую-то организаторскую историю, там, заполнить документы, еще что-то. Вот. И у нас вообще нет никакой проблемы с тем, чтобы быть там вертикальными, горизонтальными. У нас вопрос не стоит, потому что у нас есть четкое распределение на этапе планирования, кто вообще за что отвечает. Вот. И, ну, опять же, все это может разбиться о какой-то, ну, какого-то человека, который окажется незаинтересованным в том, чтобы делать свою часть вовремя, правильно, так, как было запланировано. Вот. И вот тут мы приходим к какому-то кризисному менеджменту и какой-то необходимости, ну, выруливать уже. И поэтому я так часто говорю о том, что, ну, необходимо подбирать скорее правильную команду, и тогда вопрос вообще не встанет иерархии, потому что, ну, как бы у нас, я бы не сказала, что есть какая-то супер-иерархия, но мы понимаем, ну, ну, то есть никто меня не ругает, когда я начинаю настаивать на сроках. Это не о, ну, не о патернализме, это просто о том, что я за эти сроки отвечаю. Вот. То есть как бы, но это... И какие-то важные решения, если речь касается денег, ну, я могу их развернуть куда-то, потому что я знаю, типа, как я буду отчитываться перед донором какими словами там и какие мне нужны результаты. Вот. И это тоже никто не воспринимает это как мою критику или как то, что я критикую их идеи. Вот. Как-то так мы выходим из этой ситуации, но что делать, если люди не делают свою часть работы правильно? Я не очень понимаю. Я вообще не понимаю, типа, ну, говорим о горизонтальности, это же абсолютно политический инструмент, который, ну, необходим для принятия каких-то важных для сообщества решений. Ну, то есть это же как бы анархий инструмент, который нужен для того, чтобы мы принимали там важные политические резолюции, которые влияют на общество. вот. Как бы, зачем он нужен, супер нужен при какой-то проектной работе? Ну, и еще тоже, когда происходит работа активисток в России, и они, не знаю, все равно находятся в какой-то экспертной позиции, находятся в позиции там организаторов или еще кого-то, но при этом они говорят о горизонтальности, но тут же они говорят, но у нас есть правило, то есть вы не можете там то-то, то-то, и, ну, не буду показывать пальцем, ну, то есть они говорят, у нас совершенно горизонтально, но но сейчас прослушайте наши правила. Вот. Это как бы, ну, это симуляция. Это не горизонтальность, потому что правила должны приниматься совместно тогда. Ну, это глупо. Зачем вообще нужна горизонтальность, если речь идет об обучении, еще о чем-то? Ну, типа, это же конкретный инструмент. Вот. Но я понимаю, что еще речь может быть, допустим, о репрезентации, о том, чтобы репрезентовать всех, и это тоже не о горизонтальности, это уже о том, чтобы репрезентовать там, ну, вот как у тебя задача стоит, там, показать все, ну, условно, там, женщин проявить из всех стран, которые тебе кажутся важными. Вот. И это же тоже, это уже по-другому, это о том, чтобы... которые мне что-то сами прислали. А что там? А, и вторая часть какая? Про выгорание? Да, какие-то инструменты внутри группы, может быть, у вас есть, которыми вы пользуетесь. Мне кажется, что мы неплохо с этим справляемся, потому что мы можем, ну, у нас очень чередуются какие-то серьезные вещи с какими-то совершенно безумными вечеринками, когда мы вешаем там ковер, размазываемся блесками и просто, ну, не знаю, разбрасываем. И это происходит, причем, ну, по политическим причинам. Ну, то есть, как бы, ну, мы не просто это делаем, а мы делаем это как феминистки, ну, типа, это феммероприятие, на котором там женщины главные и классные, вот, и, типа, вот с какими-то такими историями. И вот за счет этого чередования деятельности лично в нашем коллективе все окей. Ну, и плюс мы, ну, мы занимаемся некоторым процессингом, когда возникают сложности, возникает, ну, во-первых, если мы что-то замечаем, мы это часто проговариваем, ну, какие-то чувства, которые, ну, там, пассивную агрессию, да, самое простое. вот, то есть мы, ну, стараемся не замолчивать эту историю. И мы, если возникают какие-то, ну, конфликтные истории, мы их проговариваем, и это вообще помогает проговаривать их быстро, а не их скалировать, ну, ну, как бы не иметь их в анамнезе, как что-то, что долго болит, а потом превращается в какую-то тяжелую совсем историю. Вот. Мне кажется, это помогает. Ну, помогает, что у нас есть инструменты, там, у Саши фасилитация, он, правда, неплохо разруливает внутри это то, что ты просто имеешь и пользуешь, как бы, ну, то есть он, ну, замечает какие-то назревающие штуки и просто их как-то немного разруливает. Вот. Ну, то есть такая активистская насмотренность, вот этот ресурс обучения. Вот. Ну, я говорю, вот этот ресурс еще классный, там всякие психологические, психологические штучки, вот которые я давала, они много говорят про выгорание, и вообще еще мне очень помогает, тоже я забыла сказать, мой личный лайфхак, пользоваться всякие штуки, которые придумывают всякие эти лидерские программы, вот эти, знаете, как это, вот эти маркетологи, которые, типа, успешный успех, вот, они на самом деле, конечно, порят много ерунды, иногда чудовищной, но те инструменты, которые они юзают, они, ну, многие из них абсолютно рабочие, вообще классные штуки, ну, то есть, если зайти на какой-нибудь подкаст по саморазвитию, вы, и просто начать, ну, там, например, там, томатый таймер, вот этот помидор, который по 25 минут работаешь, без включения, он мне просто свое время, жизнь спас, и вообще повысил мою работоспособность, бешено, а где бы я еще от него узнала, потому что в активизме не говорят о продуктивности такой, другое дело, что делать эту продуктивность гуманной по отношению к себе, потому что они никогда не говорят о ментальных особенностях, о том, что мы разные, что мы типа, ну, это тут надо просто вот фильтровать как бы через себя аккуратненько так, чувствуя себя и свои потребности, но инструменты многие абсолютно рабочие, вот магия утра там, вот это вот все. Магия утра. Может, у кого-то есть вопросы? Или, не знаю, напишите в чат, что вы вообще чувствуете по поводу того, что вы послушали вебинар. О, Катя, привет. Да, здравствуйте, я вот еще раз, да, я хотела бы спросить, я представлюсь, просто я, пишу магистрскую диссертацию, как раз вот, и Наталья как раз, в общем-то, ее деятельность, в принципе, в какой-то степени является объектом моего научного исследования, вот, и я написала Наталье уже в чат наш, в Телеграме, потому что мне надо будет, ну, отдельно поговорить, отдельно хочу спросить, да, потому что по региону у меня информации мало о кураторской деятельности с саморганизацией, то я первое хотела, ну, я, может, недопоняла, а вот почему вы считаете себя институцией? Ну, теперь уже. Теперь уже, да, ну, потому что мы институция, у нас есть, ну, у нас есть там члены. А вы, а вы, то есть официально зарегистрированы как общественной организацией? Нет, мы не, мы не зарегистрированы, мы, ну, мы не собираемся зарегистрировать, мы инициативная группа, ну, то есть, как бы, ну, вот это определенная форма, которая, в принципе, очень понятна и для зарубежных доноров, и, в принципе, и для нас тоже, в России это тоже форма, которая, понятно, для социальной работы. Вот, есть еще там общественное объединение, но мы вот инициативная группа, потому что нас не так много, мы, и мы не хотим там делать. А сколько вас? Можно спросить вас примерно сколько? У нас группа состоит из трех руководителей и руководительниц, трех коллег, вот, и при этом у нас есть сообщество, которое довольно флюидно относительно того, как мы, ну, с какой повесткой мы работаем. Если мы говорим о FEM, движении, то, ну, у нас условно порядка, там, от 30 до 100 человек, кто посещает наше мероприятие, но у нас есть еще большой блок художественной деятельности, ну, работы как курортной. Как художественной. Я просто знаю вас как художественную деятельность, потому что я-то вообще искусствовед и занимаюсь современным искусством. Вообще, современное искусство мне интересует больше, ну, как сказать, не ваша активистская деятельность, потому что это моя сфера, а именно художественная. Вы, то есть, сложились как, вы какая-то арт-группа, да? Вы представляете все-таки себя как арт-группу. Нет, мы никогда не были арт-группой. Не были арт-группой. Нет. Мы были квартирной галереей, вот, Нарья. Ну, как бы, да, у нас там была какая-то одна из историй, что мы арт-группа, но это такое, нет, недолго. Я просто в гараже, вот в архивах просто вот о вашей выставке-то вычитала, собственно, откуда и знаю. Вот. И, да, это очень полезные вещи, архивы гаража, и там хорошо. Потому что там действительно можно найти информацию, следователи ищут информацию. Вот. И, а вы кураторка, или куратор, в общем-то, да? Ну, в художественном смысле куратор. То есть вы организовывали эти выставки, все. Значит, я правильно все поняла. И просто, чтобы не засорять вот это вот наше мероприятие, я с вами пообщаюсь, хорошо, ладно, телеграмм, потому что надо спросить именно про художественную деятельность. И, ну, просто я сама художница, и у меня тоже арт-группа. У меня, во-первых, нет, тоже. У меня арт-группа. У меня действительно художественная арт-группа, не активистское объединение. То есть мы, вот именно активизмом не занимаемся, но я с вами девочкам вас пример ставлю. Говорю, вот вы понимаете, вот люди в 16-м году это организовались, и уже гранты такие президентские будут. А мы вот в Москве живем, да? И все у нас как бы все без денег, и все на честном слове. Вот, так что я с вами, к примеру, оставлю. Они что-то вот, так как художницы, они ни в какие вот эти вот, ну, ни в какие вот такие видеочаты не идут, точно, разговаривать не любят и не хотят, и всю деятельность мы осуществляем в переписке. Ну, в мессенджере, поэтому. Вот, я все, я больше не буду засорять эфир, так с вами пообщаемся. Приятного аппетита. Да, спасибо. Спасибо. Так, ну что, девчатки тоже написали очень много новой информации. Блин, я рада, что новой, потому что меня очень боялась говорить банальности, потому что, ну, понятно, что это многие вещи. Какое, так, название, я сейчас по вопросу посмотрю. Не могли бы повторить название питерской организации? Питерская организация, которая Т9, Т9, НСК. Это ЛГБТ-организации, это они работают с людьми, участвуют в разработке, там, рекомендации по работе, и у них реально очень хороший кейс с тем, как наладить работу с медицинской, ну, с системой здравоохранения. Они очень грамотные в этом, и они прямо действительно влияют на них, у них отличная комиссия. В общем, в России тоже можно так, да. Вот. А, или Ребра Ева. Ребра Ева тоже питерская организация, да. Это ФИМ. Ну, я думала, мы ее все знаем. Да, все. Это я тут вопрос изучаю. Финоператоры. Здесь есть вопрос, Наташа, можно назвать каких-то финоператоров? Нет, финоператоров назвать невозможно, потому что это, ну, как бы это то, о чем вы договариваетесь в частном порядке, то есть, если у вас есть, там, условно, какой-то грант, вы собираетесь писать, то вы приходите, там, в НКО, какой-то френдли, которая, скорее, просто вопрос еще в том, чтобы это НКО специализировалось на той истории, по которой вы подаете. По крайней мере, в России точно есть такое условие, но, опять же, для Европы вы можете просто договориться с ООО или ИП. Ну, то есть, как бы, в принципе, вы можете принять деньги на счет коммерческой организации, оплатить налоги и оказать какую-то услугу. Вот. Это тоже супер окей, то есть, это нормально. Просто находите френдли организацию и с ней договариваетесь. Вот. Мы просто, если я вам скажу своего финоператора, во-первых, это не очень корректно, а во-вторых, сейчас уже невозможно с ними работать, они не находятся в России, поэтому... Вот. Я бы, наверное, просто искала бы сейчас, если бы у меня была необходимость. А, еще прям коротенько. Если у вас возникла экстренная ситуация, если вам угрожают или вас преследуют или еще что-то, то есть ресурсы фондов, которые оказывают быструю поддержку активисткам в экстренных ситуациях. Я просто говорила уже тоже, но повторюсь, потому что это важная информация, и ЛГБТ-активисты хорошо о ней знают, это фемоактивистки не очень, вообще мало возможностей, как ни странно. Я просто сейчас начала по фандрайзингу общаться, и я немножко фрустрирована тем, как мало возможностей у российских фемоактивистов. Вот. Есть две организации, с которыми я сотрудничала, из которых я хорошо знаю, это Frontline Defender. Они оказывают экстренную поддержку, но, как пример привожу, у нас угрожали активистки, и те быстро выделили деньги на то, чтобы установить ей новую дверь, подъезд и систему видеонаблюдения для того, чтобы, ну, как бы обезопасить. Ну, то есть, в принципе, это то, что она просила. То есть это не то, что они там предложили ей как решение, а это то, что она, те возможности, которые она искала, чтобы себя обезопасить. Они дают деньги на какой-то переезд срочный, на, ну, могут там вас вывезти куда-то в случае. Просто я знаю, что мы, ну, девушки разные, женщины из разных областей России, и всякое бывает. Вот. То есть Frontline Defenders и Freedom Fund. Frontline Defenders — это объединение, по-моему, европейских организаций различных, и они еще специализируются на цифровой безопасности. То есть они могут вам, допустим, VPN предоставить, ну, хороший, который вас обезопасит, ваше общение, там, могут, не знаю, там, вашу технику улучшить, если вам нужно какую-то иметь технику хорошую, там, ноутбук. Ну, то есть на разные цели можно. Вот. И Freedom Fund — это американская организация, вот они тоже могут помогать со срочным переездом, еще с чем-то. Они обычно очень быстро рассматривают заявки, и, как бы, чем срочнее у вас заявка, чем выше угроза, тем быстрее они на нее реагируют, в том числе, там, адвокативные ресурсы. Ну, вот. То есть имейте в виду, что вы, если что-то случается, вы не остаетесь в одиночестве с тем, что получается. Вот. Просто забыла про это сказать. Да, все. Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать? Или расходимся? Очень хочется курить. Спасибо огромное. И мы, в общем, да, будем дальше эту презентацию расстранять, обсудим с тобой в этом формате. Потому что очень много полезной информации. Я надеялась. Да. Спасибо вам, что вообще все остались. Это здорово. Я думала, что все. Может, вы просто все там спите, конечно, вы же молчите. Спасибо. Я стригла ноготь. Жиза! У меня у самой все. Ну, ладно. Ну, все. Давайте хорошего дня. Всех хороших выходных. В воскресенье. Пока-пока. Спасибо. Вика, спасибо большое, что была. Я бы одна прям волновалась. Больше, гораздо. Ну, я просто хотела послушать. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok